Три года назад он комментировал матчи барнаульского «Динамо», а сегодня раздает автографы как звезда федерального масштаба. Наш земляк Михаил Меламет теперь пользуется положением. Вот, например, решил привезти в Барнаул ведущих комментаторов страны. Хочется просто праздника людям, хочется чего-то необычного, чтобы из ряда вон происходило все больше и больше каких-то очень крутых вещей в городе. Я приложу для этого максимум, а сегодня мы только начинаем. Праздник получился для всех, вот и министр спорта эмоций не издерживал. Поэтому... Смотри, этот город! Еще одна цель организаторов – мотивировать профессионалов из Алтая. Показать, что можно идти вперед и завоевывать столицы. Московские гости пообщались и с алтайскими журналистами, и со студентами. Говорили о профессии, говорили о том, к чему нужно стремиться, говорили о том, к чему стремятся мы, говорили о том, к чему стремятся ребята. Делились мыслями, впечатлениями от поездки. Сама поездка – это уже то, что получат гости из матча. Все они на Алтае впервые, все хотят увидеть нашу природу, особенно после того, как увидели Барнаул. Мне кажется, что все еще очень много работы предстоит сделать городским властям, чтобы Барнауллицы получили тот город, который они заслуживают. Потому что мне кажется, что еще непочатый край. И очень хотелось бы видеть нечто подобное на горную аптеку, чтобы город был таким уютным. Уют променяли на сам матч. Звезды сыграли в группе с командами правительства края, алтайских спортсменов и журналистов. По итогам встречи победила команда правительства края, а сборная матча оказалась последней. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.